Привет, мои дорогие котики! Сейчас у меня загружается для вас огромное такое видео, которое касается бывших. А сейчас мы с вами посмотрим, знаете, лёгкое такое гадание сделаем. Скучает. Скучает ли он по вам, девочки? Давайте посмотрим. Именно глагол «скучает». Скучает ли он по вам? Давайте посмотрим. Итак, первый вариант, второй, третий, четвёртый. Скучает ли он по вам? Выбирайте, пожалуйста, мои дорогие. И по одной карте сейчас мы с вами посмотрим. Именно не думает, не что он там вспоминает или ещё что-то, а именно давайте посмотрим надрыв его, скучает ли он по вам. Ну что, выбрали и поехали. Смотрим, девочки, слева направо. Первый вариант. Скучает ли он по вам? Семёрка Пентакли. Девочки, он испытывает беспокойство, да? Да, он скучает, но очень беспокойный. Беспокойство. Вот что-то ему, знаете, на месте не сидится, не может понять, куда ему себя деть, с чем вот заняться, знаете. Вот, как говорится, в тапках выйдет из дома, да, пройдётся вокруг дома, почешется, поковыряется, да, и это опять зайдёт. Потом перелистывает свою книгу, телефон, что-то, знаете, вот как-то. И вот это вот от беспокойства, какое-то нервное напряжение у него есть, связанное с вами, девочки, тоже. И я вам скажу, знаете, у него что такое в голове? И да, и нет. Но беспокойство и нерешительность – это все его друзья на данный момент. На данный момент, девочки, гадаем. Так что я вам скажу так. Так как это Пентакли, может быть ещё и какая-то неадекватность в поведении, даже по отношению к вам. Даже если вы, например, что-то ему напишите, он всё равно будет какой-то подвох где-то искать, что-то не так. Он может не так вам ответить, не то сказать, да, попытаться отказаться от встречи. Но вот у него какие-то… может даже согласиться, может… Короче, знаете, тут ещё может и слежка за вами тоже прослеживаться, потому что может следить за вами, психовать из-за этого, да, чуть ли не время считать, не по минутам сверять, когда вы там последний раз в сети были. И это очень беспокойный. Беспокойный вожжа в одном месте у него, да, и не знает, что делать. Реально не знает, что делать. Вот такой вот ваш скучака сегодня так выпал. Второй вариант, дорогие мои, это такой у нас экспрессик, да. Тут у вас выпал туз жезлов. Но туз жезлов – мало вообще информативная карта про то, скучает ли он. Поэтому мы ещё раз, скучает ли он. Девочки, он в ожидании встречи с вами, да. Он даже, вот я бы сказала, готовится. Точки какие-то хочет где-то расставить по своим делам, да. И по двойке кубков он очень хочет, не то, что даже просто хочет с вами встречаться, он ждёт, он знает, что это будет, встреча девочки будет. И вот на данный момент он не скучает, потому что он знает, что он с вами встретится, девочки. Встреча назначена, котики мои, по второму варианту. И карта такая, двойка кубков у вас хорошая, да. Да, я вам скажу одну вещь, если он, даже если вы на какого-то там бывшего где-то что-то загадали, то я вам скажу, встреча будет наполненная, наполненная эмоциями как с вашей стороны, так и с его. Дальше, девочки, посмотрим, скучает ли он. Экспресс у нас сегодня такое гадание, да. И мы смотрим, шестёрка жезлов, скучает ли он. Всё-таки вам надо будет мне тут доложить, всё-таки жезлы, они не говорят именно о скучании. Шестёрка жезлов, скучает ли он. Девочки, вот по этой карте, да, у него какое-то вот воспоминание в голове, да. Они ему душ-то бередят. Но я вам скажу одну вещь. В основном, да, уже говоря открыто, я бы так сказала, что он всё-таки не скучает уже, да. И если вы тут загадывали на какого-нибудь своего бывшего, с которым у вас уже там не получается встретиться или ещё что-то такое, да, то я вам скажу, что он не скучает, он не рвётся особо на встречу, да. Он как бы уже что-то вот пережил страшное в ваших даже отношениях. Но если вы с ним не расставались и у вас вроде бы всё нормально, да, то я вам скажу одну вещь. Тут ещё раскачка может быть из-за дел его. То есть у него могут какие-то быть проблемы, дела, да, и он сейчас в этом во всём, в решении этих своих каких-то вопросов. Так что я так думаю, что тут ещё, говорится, рано говорить, что всё кончено или ещё что-нибудь. И ещё одну карту для вас достану. Да, тут пока остановитесь. Знаете, вот у меня такой вариант тут выпадал в гадании, как раз тоже на третьем варианте, да, и тоже эти восьмёрки Пентакли и всё такое, да. Я вам скажу так, если это вы гадали на бывшего, да, и хотите знать, скучает ли он, тут, девочки, нет, бывший как-то всё, да. Ну, вот на данный момент, нет, у него сейчас есть шестёрка жезлов, какие-то всё поездки, дела, у него это какая-то смена картинок идёт перед глазами, дела, 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 и он, мужик, в это окунулся. И у него ещё есть неразрешённая проблема, дилемма, я бы даже сказала, дилеммы, которые надо ему как-то разрешить, даже риторические какие-то вопросы, да, но которые перед ним поставили, чтобы он решил. И он понимает, что это вроде бы что-то риторическое, да, но что как бы и не будет решения, но его как заставляют, он какой-то как восса за собой тянет, понимаете, у него сложная сейчас жизнь, сложная, девочки. Так что вот такие вот дела с ним. Это был такой третий экспресс-вариант. Четвёртый вариант, мои котики родные, посмотрим, Туз Пентакли, боже мой, шаманная карта выпала у нас, бубен. Итак, скучает ли он по вам? Тут всё не так-то просто, девочки, да, очень и очень непросто по отношению к вам. И тут одним глаголом, скучает ли он прямо сейчас, в данный момент, этим глаголом, как говорится, как лопатой, знаете, не размахаешь тут всё налево и направо, да, тут реально всё очень сложно. Скучает ли он, девочки? Я бы даже сказала, что он больше, чем скучает по вам, да, он переживает, я бы даже сказала, переживает, зазывает. Ещё такой один момент может быть, да, что он может вообще ничего не делать в реале для того, чтобы вы к нему пришли, но он вас магнитит, да. То есть тут могут быть даже и ритуальчики какие-то на вызов вас. Он может там в словах, в голове «Приди, приди, приди», либо может в молитве просить там «Я хочу, чтобы она образумилась там или пришла, или всё остальное», да. То есть тут вот такая вот не без доли какого-то такого, не без доли магии, да, и не без доли веры в какой-то, да, даже с религией, связанной по отношению к вам. И дело в том, что у него ещё в голове какая-то такая мысль идёт, да, что вот смотрите, папажу Жезлов, это значит, есть какая-то точка, до которой он знает, что ему надо дойти. Она, кстати, вот эта точка, она даже, знаете, территориальная, настоящая земельная точка, он знает, что вот когда он придёт в какое-то место, да, после этого как-то жизнь по-другому пойдёт, и отношения с вами по-другому пойдут. То есть вот что-то такое, знаете, как вот три богатыря, когда останавливались перед камнем, налево пойдёшь, это будет, направо пойдёшь, это вперёд пойдёшь, это будет, назад пойдёшь, это будет, да. Вот он знает, что он ещё в пути до этого камня, после которого ему надо будет выбрать путь какой-то. Тут вот что-то с географией ещё связано по отношению к вам. И я бы сказала, что тут вот скучает, да, хочет быть с вами, девочки, да, притянуть вас хочет магнетически, да. Но у него ещё, знаете, не дошло до того момента, когда он, как бы, знаете, будет владеть всеми инструментами для того, чтобы, знаете, привести женщину. Понимаете? Понимаете? То есть у него встреча с вами, она, у него в мозгу происходит именно по такому же пути, как происходит, например, это вот предложение руки и сердца, предложение замуж, да. То есть у него, получается, идёт так, для того, чтобы я женился на ней, мне надо это, это, это там, и туда-то, туда-то, и деньги там, и дом какой-то, и знакомые с родными там познакомить её. То есть уже, знаете, примерный такой план действий, да, расписан у любого мужчины. Так вот, у него, получается, по отношению к вам тоже расписан какой-то примерный план действий. И именно вот, девочки, это может быть вести, кстати, к замужеству и к свадьбе с ним вместе, потому что очень похожи мысли. Либо он просто так всегда вот думает о вас, да. И скучает ли он, да, девочки? Скучает, но это больше, чем скучание, да. Он даже вот самого этого скучания не испытывает, он испытывает что-то больше по отношению к вам. Вот такой вот расклад. Вот это мы сегодня с вами смотрели, что именно сейчас он думает. Вот прям в данную минуту о вас. Всё, мои дорогие, пока-пока.